Итак, добрый вечер всем еще раз. Рада всех приветствовать на сегодняшней летучке. Меня зовут Юлия Занимонская. Я буду сегодня модерировать встречу с организацией Human Constanta. Сегодняшние наши гости это Алена Чехович, Яна Гончарова, Алексей Козлюк, Наста Лойко, Валдис Фугаш и Энира Браницкая. У вас будет возможность задать свои вопросы ребятам. Мы узнаем внутреннюю кухню организации. Задать ваши вопросы у вас будет для этого время и две возможности. Как классический способ просто поднять руку, получить микрофон, представиться и задать ваш вопрос, так и с помощью программы Slida.com для того, чтобы задать ваш вопрос в Slida. Я прошу, чтобы вы зашли на Slida.com, вбили код ивента HS8. Кто не догадался, это Human Constanta – бесконечность. И написать свой вопрос. Слайды позволяют ваши вопросы задавать анонимно в том числе. Сейчас я передаю микрофон из слова команде с вопросом. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы организовались два года назад, было ли какое-то ядро, как присоединялись основные участники, вашу миссийность, то, что вы считаете нужным нам поведать. А дальше я буду задавать свои не всегда каверзные вопросы. Кроме нас еще здесь Аня Барановская, которая как бы здесь, но не здесь. Но мы, в принципе, уже к такому формату работы привыкли. Аня, поздоровайся с ребятами. Привет всем. Да, я действительно здесь с вами. Да, если тут что-то слышно. Ну, в общем, да, технически это всегда сложно. Каждая наша планерка, как минимум пять минут уходит на то, чтобы решить все вопросы, там, кто где, кто подключился, кто не подключился. Ладно, давайте тогда начнем. Аня, в общем, мы тебя слышали, что-то слышали, по крайней мере. Если позволите, я там буду просто слушать, что происходит. На самом деле интересно быть частью происходящего. Так что я ставлю микрофон на mute. Леша, если свой телефон пока что в силе, могу немножко послушать. Супер, отлично. Рады, что ты с нами. Что нужно заниматься такими темами, которыми никто больше не занимается. И вроде все совпало, и мы были знакомы, и мы встретились, и все получилось. Классный вопрос. Это короткий вариант истории. То есть мы готовились к вот этой регистрации, которая была два года назад. Мы готовились к ней, ну, примерно вот как-то принюхивались друг к другу, там, в течение года, когда мы понимали, там, комфортно ли нам работать вместе, совпадаем ли мы по ценностям и так далее. То есть мы практически со всеми были знакомы. У нас пять сооснователей, и потом еще люди, которые присоединялись к нам. Сколько вас сейчас, скажите нам? Нас сейчас 10. А чего у меня мэнсплейн какой-то получается? Давай. Нас тоже сегодня тренировалось на Еврорадио рассказывать. У него лучше получится. Ну, да. Добрый вечер всем. Ну, на самом речи, мы слежи поменялись, потому что этот участок всем, наверное, рады я расповедала, как раз, да. Но я одразу звертаю увагу про то, что есть певная специфика створения организации Беларуси. И нас, правда, два года тому мы отримали на реште официйную регистрацию, якась ты установы. Але, конечно, такий процесс подрихтовочный, он был значительно ранее. И я все ж таки речу, что мы створилися значительно ранее. Да, тому, что коммуникации, планование, выпрацовывка нашей мэты, миссии, бачення, они почались на самом речи поранее. Ну, как бы, початок 2016 года, это, коли мы уже разумели, что мы хочем спробовать спрацовать командой. Я, конечно, и эту дату, звичайно, называю. Але, как бы, регистрация так, да. Але, мы, может быть, все ж таки покажем, то, что будем про слайды расповедать, а не только... А слабо назвать целиком. Вот, да, у нас пра, зножи, асаблівасті регистрации в Беларусі, в тым, што мы зарегистровано якась ты установы. В Беларусі не так шмат формаў некоммерційных организаций, як можно регистровацца. Асаблівасті установаў в тым, што гэта адзіная форма заявная, калі ніхто табе не дае некого дазволу, как бы, дзенеч, шли просто приносиш пакет докумантов, і аны аутаматычно региструюць, як іпэм, аль, так? Але адзіная асаблівасті, і адзіная, на што трэба аттрымаць неку згоду умовну ад мястовых органів лады, гэта узгадніць назву. Табак, вы приносите им назву, і не кажуть, да, окей, і вот, берыця эту назву. І вот працес узгаднення назвы занял нас три месяцы. Табак, мы три месяцы прыходзіле, прыносілим варіанты, аны казали, нам не зрозумела, чы ми будзі займацца, не, мы, там, не ведам, як вас така назва регистроваць. І було, правда, непросто. Я думаю, што це особлива, особна історія, про як отрималась, што наші офіційні назви, на сам речі 11, 11, 11 слову. І ми ще сміялися, што перші, хто запомніть 11 слова будзі ваконувати функцію директора. Да, першим директором був Андрій. Да, Андрій Сушко, якого в синьому. Може біць, кратко, коли нам дозволяє час, розповість, як ж все ж таки отрималась така назва, долгая в 12 слова, но гэта лепші сподівалдис, як і добіл такі містовы ваконкам. Да, май якраз білі заній, і перетам як паісті апошнім разом, такі апошній робіць заход у Гарбаканкам, да? Гарбаканкам, да? Ми заробілі такі лі челіндж в камандзі. У нас було задання, такі, мінімум п'ять назва, п'ять варіантов назва ад кожных гавудзельніків, гавудзельніцці сузасновальніку, як калі гэтым сім займаліся. Па выніку, у нас отримался такі здаравенний спіс скаля 30 назваў, і ми занесли і білі гатува на любу із гэтых назваў на саправды. Ми прічіў згадняць, про някалькі дзёнок мы дослали всіх гэты інформацію, і, ну, па выніку нам сказали, ну, вот, ёсць така першы-трэцій варіант, вы там трошкі пам'яняеці, і хай таке будзе. Мы сані хутінка вышли в калідор і гэты заробіли, і па выніку у нас адзінацць злоў, які складываюцца в паслядовнаць, і спробуюць одлюстровуваць то, чим ми саправды займаўамся. Принамся так думай менгар ваканкамна. Кто може сейчас озвучить цих 11 слов? КТО ДИРЕКТОР? КТО ТЕПЕР ДИРЕКТОР? Да, директор теперь я, я выучила, пришлось. Да, мы называемся учреждение, консультационный центр по актуальным международным практикам і их имплементацией в праве хьюмэн константа. 11. Все? Все, это все. Да, и как бы, ну... Больше не смешно. Скорее, да, еще как бы вопрос был про то, как все начиналось, я думаю, может быть, про миссию или про это позже? Можно сейчас и про то, как к Костяку, к основному ядру вашему присоединились остальные люди? Это было продиктовано какими-то потребностями и вопросами, с которыми нужно было работать? Либо какие-то другие причины, либо это просто дружеская эмоциональная привязанность и так далее? Да, я, наверное, тогда про миссию в Бресте мы чуть-чуть позже, а сейчас про вот какие-то такие общие штуки про организацию, потому что у меня здесь есть все равно слово «миссия». Это скорее миссия организации, то, как мы ее себе представляем, да, это продвижение общественных интересов и совместные действия в ответ на современные вызовы для прав человека. Мы долго думали, что вот как это все хорошо и аккуратно объединить, и решили объединить это именно вот в такую формулировку. Здесь все, что нам важно, то есть нам важны общественные интересы, то есть мы общественные органи... Какая прелесть! Тоже один из слов. Нам важно продвигать именно общественные интересы, то есть мы работаем на благо общества, и это то, чем мы хотим заниматься. Совместные действия — это про то, что мы всегда стараемся найти диалог, мы работаем со всеми стейкхолдерами, то есть со всеми участниками процесса. Это подразумеваем и гражданское общество, другие НГО, государство, культура, наука. То есть мы стараемся подключать абсолютно разных людей, разная организация в нашу деятельность. Современные вызовы мы для себя формулируем как те сложности, те вызовы, с которыми сталкивается правозащита в Беларуси, и те области, которыми занимаются недостаточно или вообще не занимаются в нашей стране. Ну, соответственно, это в сфере прав человека. Ребята что-то добавят? Ну, тут была частка питания про то, как пощралась команда, как возникалась, и что в уголе, может быть, началось в некой ступени. Ну, особенно мне в свой час текала тема права у замежных грамотян особого безграмотянства, которые находятся в Беларуси, и как раз это тот самый сучастный выклик, яким с пункта гляжня правого человека как бы неводная организация не займалась. И тому у меня собесто была стекала, что тем, как была организация, какая брала бы на себе вот эту функцию трансляции, обороны правого, у меня это гэты категоры людей. И потом, там некий момент, когда мы с Алексеем и с Андреем Сушко с разумели, что нам текала не только эта тема, а мы, в принципе, готовы брать тему, за которую мы уже на той момент займались, это про лишь бы вы свободы, что мы, в принципе, готовы пощрять свои миссии, именно это до любых сучастных выкликов. Все, что нам эта фреймлок мне сабистотельно подобается, потому что она не свыжая спектр нашей працы. Значит, что в любой момент, когда у нас будут силы чажа дания, мы можем додавать некие темы, один, что мы помимо собой домовились, про то, что любая тема, любая активность, она повинна проходить мини-некий тест такой внутренний, на койке она отправляет нашей миссии, на койке есть люди готовы к этому займаться и на койке это не суперэйчить остатнюю нашей деятельности. Ну да, и вообще, ходите по тусовкам. Я просто помню, что как только я уволился с предыдущей организации, я пришел на какую-то тусовку, где награждение от чемпионов правозащитного, гражданского общества, что-то такое, встретил Насту, радостно рассказал, что я свободный человек, и она тут же мне сказала, хорошо, тогда... Уже не свободный, забираю. Приходи к нам хотя бы консультировать нашу инициативу, которая будет заниматься беженцами. С этого времени началось вот такое какое-то тесное общение, рабочее, в котором мы там сидели на кухне, писали какие-то... У нас было сначала там три, потом четыре, потом больше человек. То есть мы сначала писали там, писали, чем мы будем заниматься, для того, чтобы не просто там, окей, завтра мы начинаем делать что-то, а чтобы у нас был какой-то четкий план, ну и видение того, чего мы хотим достичь. Ну и, собственно, потом как бы параллельные вещи, да, типа там цифровых свобод, все слилось вместе под красивым названием актуальные вызовы для прав человека. То есть это кроме хорошего плана, это еще было стечение каких-то случайностей, я бы сказал. Давайте перед тем, как мы перейдем к основным направлениям над которыми вы работаете. Расскажите, как сейчас происходит ваша работа. Вы очень много чего делаете, мы об этом послушаем в дальнейшем. Как организована сейчас работа внутри команды, потому что для десяти человек это большое поле деятельности. Про принципы, планерки и так далее. Ну да, это основная вещь, которой мы гордимся, хвастаемся и везде рассказываем, что мы горизонтальная структура, то есть у нас горизонтальная система принятия решений. Я директор, но это такая формальная формальность, даже немножечко обуза. В остальном мы принимаемся решением методом консенсуса, как это называется. То есть мы обсуждаем все, у нас есть рабочие инструменты, в которых мы общаемся. Наша команда много есть по разным местам. Вот кто-то работает из Израиля, кто-то ездит в командировке на конференцию, кто-то ездит на учебу. И в таких условиях в любом случае основная работа, ей приходится быть где-то в онлайне. И у нас есть инструмент, я не знаю, это интересно, важно, да, то есть у нас есть такой мессенджер, условный слэк. Когда-то, еще до того, как я пришла в команду, у ребят был основной инструмент мессенджер в Фейсбуке. Тысяча чатиков. И это, да, выглядело примерно как тысяча чатиков, которые непрестанно что-то делинькали, выскакивали, и непонятно вообще про что это, кто там пишет. Я когда это увидела, я думала, у меня просто, я с ума сойду. И, конечно, стали искать какое-то более оптимальное решение. Им стал вот этот слэк. Давно? Да. Где-то в мае, в июне прошлого года мы начали им пользоваться. Да, ну то есть год. И можете уже оценить, что это облегчило вашу работу? Конечно, это просто вообще спасло, мне кажется, жизнь и психику у всех членов команды. Потому что это все, как бы вся рабочая переписка как минимум ушла в слэк. Ну, большинство, я знаю, что некоторые еще общаются в Фейсбуке, в чатиках. Да. Но в целом большинство переписки как минимум ушло в слэк, и там хранится все. Это, конечно же, очень удобная штука и очень сильно нам помогает и структурирует нашу работу, что тоже важно. Вот. Что еще про горизонтальность? Слушайте, а вот еще про инструмент. А кто из вас в общественных каких-то организациях вообще в НГО работает или там сотрудничает с НГО? Если что, если что, слэк для НГО, даже тот платный вариант, который у них есть, это 5 долларов на человека, они предлагают это бесплатно для НГО. То есть вполне можно пройти эту валидацию как НГО и получить это все бесплатно. Кстати, тоже одна из интересных штук, которую мы как-то, не то чтобы прямо решали специально, но мы это делаем. То есть у нас программное обеспечение легальное, да, то есть мы не пиратим, у нас все вот эти, ну да, то есть что-то мы получаем, например, от Microsoft можно получить их программные продукты с огромной скидкой. То есть можно на всю команду, словно там за каких-нибудь там 100 долларов, взять полностью все необходимое программное обеспечение. Ну и то же самое с такими штуками, как слэк, ну еще какие-то бесплатные инструменты. Серия хэштег лайфхаки от Хима Константа. Да, это очень интересно. Мы для этого вас позвали, чтобы поделиться этими секретиками. Да, и это, кстати, да, то, о чем говорит Алексей, очень сильно помогает, потому что, ну, НГО не всегда имеют какие-то ресурсы на покупку там дорогостоящего обеспечения программного или каких-то инструментов, но если вам что-то нравится, если какой-то инструмент вам кажется клевеньким, пишите разработчикам, типа, ребят, мы тут НГО из Беларуси, можете нам бесплатно дать. Чаще всего они такие, типа, окай. Вот, это нормальная практика, и во всем мире, ну, это нормально. НКОшкам всегда помогают, потому что они клевенькие. Я бы, может быть, трошки додал про горизонтальность, еще про это слово консенсус, да, што саправды, все, что вы чули про консенсус, что это съедаешь матчасу, это правда. Это саправды и правда, некоторые у нас решения не принимаются, да уже и чем могли бы приниматься, однако для нас это каштовность, чему она застается как-то внутри организации, и мы этому принципу притримливаемся, потому что для нас важно, как кожные и кожные были подчутые, как меркования кожного были выказанные, и как постараться вылечить, и таким чином саправды находятся наилевшие, адекватнейшие отказы, были подчас працы. Ну и особо важное, наверное, такое направление, с которым мы сейчас начали более активно работать, и мне кажется, может не самое уникальное, но одно из уникальных наших направлений это работа с волонтерами, нашими дорогими волонтерами, которые здесь тоже присутствуют. Мы считаем, очень важно вовлекать в работу других людей, которые, может быть, не хотят так глубоко погружаться, но им интересно узнавать что-то новое, интересно проявлять, интересно посещать мероприятия какие-то, на которые, возможно, они бы не попали. Ну и так, по поводу включения в команду, я могу сказать, что у нас как минимум три, четыре, четыре человека, которые начинали с волонтерства, полкоманды, короче, в итоге стали нашими сотрудниками, и в их числе Алена наша дорогая юристка, директор, и вся брестская команда когда-то начинала с того, что была нашими волонтерами, вот, и сейчас они к нам присоединились, за что мы очень благодарны. Отлично. У меня есть вопросы по волонтерству, назовем это так. Часто перед НГО стоит вопрос, как привлечь волонтеров, заинтересовать. Как вы думаете, как ваша практика показывает, какие пряники, плюшки действенные, что это, чувство сопричастности к чему-то нужному, важному, что находят в вашей организации волонтеры, какую работу они у вас делают, и как вы, да, их находите. И на вопрос ответит Алена. Расскажи, как мы тебя привлекли. На самом деле, наверное, моя история будет какую-то граничную картину представить, потому что моя работа с Химмон Константы началась, наверное, за счет того, что я была знакома близко с Настой. Вот, и, собственно... Так и приходит. Да, да, это был какой-то такой личный контакт, личное знакомство, и Наста мне направляла разные заданки интересные, которые мне казались... Выполнения которых мне казалось... Например, интересные. Ну, вот мы до сих пор работаем по... Ну, для меня это очень важный, наверное, такой кейс, я думаю, для нас, ты и для вообще большей части нашей команды. Мы работаем над делом одного иностранца, иранца. Эта история широко освещалась в прессе. Вот, длится она уже очень много лет, и, собственно, еще до момента, как Химмон Константа появилась на свет, этот кейс, с этим кейсом мы уже работали, и, ну, вот это вот одно из тех дел, которые, ну, наверное, меня как-то вот завлекло, затащило в эту тему, вот, и так постепенно какие-то вместе задачи решали, решали, у ребят появилась возможность сделать такую крутую штуку, как общественная приемная для иностранных граждан и лиц без гражданства, и нанять человека, который мог бы, ну, на постоянной основе вести вот это вот направление. Вот, и, собственно, вот так вот, вот так вот. Мы можем расповедать, откуда мы тебя переманили. Да, наверное, это будет, возможно, интересно. Раньше я работала, сейчас немножко продолжаю, в IT-компании юриста, вот, поэтому, да, я, наверное, поменяла свою сферу деятельности именно благодаря тому, что здесь, в Human Constant я нашла те ценности, которые для меня важны, то, чего в других сферах я, например, не встречала. Субердяга, да? Так, просто с кряниками разобрались, давайте еще немножко подробнее, чем может у вас заняться волонтер? Ну, это можно показать наши рассылки, какие-нибудь что-то месячные. Ну, на самом речи, першеперчаткова, когда плановали таки заниматься серьезно волонтерским на прамках, это не так давно, это там буквально некий месяц, просто так отремливалось, что люди сами приходили, сами писали, ой, что можем порабить, там, как можно ближе познаемиться, как бы вымышленную, ну, как бы першеперчаткова, на вельми потребны были волонтеры-волонтерики в аппарат с уберости, потому что там вельми актуальные в острые задачи, талену там лику ездила на суберости, потому что там завжды задачи, там завжды рубим кожный день амаль мониторинге вокзалу, даже трэба допомогу за гуманитаркой, там, то скарги, то супроводить когось, да, тубок, это, зараз мы там мастер-классы проводим, тубок, это объем задач, где потребны были люди, где не мог справиться николе один человек, и где люди худко выгорали, и трэба была, как была некая заминяльность. И потом мы сразумели, что есть там инши темы, які людям цікавы, які до нас вертаються, які приходят, и мы стали придумывать, ну, думать, что стоит, чем мы займаемся, мы можем делиться у якости задач, где мы можем находить часу, ласто, может быть, как займаться с людьми, потому что, конечно, вангарский направл он складанный тем, что он потребует полной отдачи от нас в этом лику. Это не так просто там в чатах скинуть задание и все, и забыть, тубок, тут целая система, стратегии, там, як это может выглядать, там, что можно робить, и в принципе, я думаю, что за кошт того, что мы робим достаточный шмат публичных мероприемств до нас приходить, хотя, как бы, Алена уже сказала, мне подойдется, что основный фактор это такой сарафанной радео, тубок до нас там выпадкова потрапила душинка с одного факультета университета, ей сподобался контакт с нами, она расправила иншим, инши почти так само пытались долучаться, и вот она вась так сарафанной радео или не працюе, потому что нажали выход на такую широкую аудиторию, особливо студентскую, например, то у нас не ма, то бокусеронок это достойно обмежеванный спектр, но это особливости худшие працы в Беларуси, с которыми стукается НГО, але мы спробуем что-то с этим робить, и вот выходит с этого умовного гета и поширает свою деятельность. Ну, я еще хочу добавить, что работа с волонтерами, да, она очень много сил требует от нас, особенно от нас, ты, которая в основном этим занимается, но это и очень, очень приятная работа, потому что, когда встречаешь людей, которые идейно с тобой близки, которые вот на доске пишут, кто такие human constant, это зайчики и котики и все остальные штуки, это приятно, ты просто понимаешь, да еще раз понимаешь, что ты делаешь действительно крутую работу, и людям это нравится, и люди готовы поддерживать тебя, просто потому, что вы сходите с ними на каких-то очень базовых ценностях, и как бы я думаю, что работа с волонтерами это очень важное направление, вот. А сколько сейчас человек подписаны на волонтерскую рассылку? Сейчас в волонтерской, именно волонтерской рассылке 136 человек у нас, но постоянных волонтеров у нас гораздо меньше человек. 30, да. Вот этот, который постоянно ходит, но совсем вот наш близкий пул, в том числе вот девочки, которые к нам сегодня пришли поддержать нас, там он... Клапочки так сам. Да, как бы он такой очень близкий, мы проводим встречи каждый месяц у нас в офисе, вот эта фотография с одной встречи. Ну да, довольно неформальненько. Абсолютно неформальные встречи, мы просто болтаем, делимся новостями, там выполняем какие-то мелкие задачи, которые можно сделать прямо на месте, ну и поддерживаем эту коммуникацию, чтобы вот просто вот не терять контакт. Класс. Вот. Кто еще не волонтер, подписывайтесь, пересоединяйтесь, пожалуйста. Смотрите, как это все здорово и классно. А сейчас... Мы очень любим волонтеров. Давайте поговорим еще о том, как это полезно. Химон Константа — это любовь. Вот. Давайте немножко про направление вашей деятельности основные. И... Да, туда-дам. Да, собственно, Наста, да? Ну да. Я не люблю слово «мигранты», разу поперечь, потому я выкрустовываю великую аббревиатуру. Но это у Тумлику... Сори. Ну, как бы ничего страшного. Я разумею, что это устойливый вырос, який часто креставец, а из-за того, что отбывается в меде, как бы это слово часто носит некатунный характер, и тому мы, как бы я, например, даже докажу, замежные грамотяне, особо без грамотянства, потому что это такая занудная, рыдочная конструкция, для которой при нам синяковые докладно не покрытите, не выкликая, может быть, что мы робим как раз по этом аспекте, это пока... Я, за раз, мне подобается называть на правах, так не веду права, человеку миграции, вот что-нибудь на вот такое. На вид, да, про людей, які знаходятся в Беларуси, а где-то копынулось, что мы часто прорцуем не только с беларускими проблемами. Например, миссия в Веросте, про зякую, про наш мат, кто доведался, якая почалась с 3 веростя 2016 года. Основанная проблема там это то, что не прорцует правый механизм больше, але при этом большинство людей застаётся у Беларуси, так это 450-500 человек с полночного Кавказа знаходятся у Веросте, и мы им допомагаем, и у них вельмешмат проблем знаходятся на месте. То, кто их термин скорочевают, то их затримливают для высылки, то их скончаются хорошие, в нема, что есть во что опронуться, то это набор разных задач, с которыми мы спробуем працовать. И, отповедно, у нас есть две приемные. Одна приемная, это Веросте, якая працует, переважно с транзитными беженцами, и другая приемная к этому Менску, и как раз сюда звертаются люди абсолютно взрослых края с абсолютно взрослыми пытаниями, у нас там широкий спектр, какие мы консультуем, как это як працалатковаться, як зарегистроваться, як травматевидно жихарство. Вот Алена сказала, одно из популярных за пошли месяца стало як заключить шлюп за мешными грамадянами и грамадянками в Беларуси. Мы вельми рады, что мы маем дошлини до таких пытанью. Тому это один такий напрямок. Плюс мы регулярно напишем аналитичные материалы по этой теме, по ситуации в Беросте и в оголе там широкое по теме. Ну и, в принципе, мы спробуем прям распрацовывать некие компании, как працовать с особными кропками проблемными. Наприклад, нас вельми не покоит тема той, что замежники и замежницы в Беларуси могут быть затриманы там за разные виды там про порушения эти просто за то, что они без пашпорта, как выслушать их особу. В законодательстве на сегодняшний день нема термину, кольки они могут затримываться под варты. Он без терминовый. Пробегающие, они могут сидеть годами и за это никому не будет некая отказность. Это такая одна скропок проблем, за кем мы хочем ближайшим часом працывать. Плюс, как бы, в Беларуси у червяня 2019 года будут европейские гульни, куда и приедет так само шмат людей и мы боимся, что такие массовые спортовые мероприемства часто сполученные так само с затриманными некими проблемами бюрократичными, за кем стыкаются замежники, замежницы в Беларуси. Как бы, это такие ближайшие выклики, до которых мы рыхтуемся. Может быть, Алена что стыдает? Да, я думаю, может быть, Алена расскажет немного про работу юридической приемной, что вообще там происходит, какие популярные вопросы, кроме брака. Да, давайте топ-3. Топ-3. Так, ну, к нам можно вообще обращаться, у нас, собственно, несколько таких точек входа. Нам можно писать на почту, звонить на телефон. Также, если у людей есть запрос на личные встречи, к нам можно прийти в офис, проконсультироваться. Вот, недавно, собственно, и было несколько таких интересных, неожиданных консультаций. Вот. Вообще, мы стараемся работать, ну, не ограничиваться по кругу вопросов, с которыми работаем. Поэтому обращаются, на самом деле, порой с очень такими какими-то узкими, специфичными темами. Да, как уже сказала Наста, в основном людей волнует эта проблема регистрации, потому что очень часто люди, в принципе, не знают о том, что есть такое обязательство, поэтому попадают там на штрафы, и часто это грозит там и депортацией, и высылкой из страны. Поэтому, наверное, регистрация это у нас такая топовая тема. Трудоустройство в Беларуси, там сопряженный вопрос, как получение разрешения на временное проживание, на постоянное. Вот уже озвучили последний месяц, видимо, очень много будет свадеб. с иностранными гражданами. Нас не запрашивают, правда. Нас, да, пока что еще не приглашали. Это пока что. Но мы работаем в этом направлении. Вот, на самом деле очень радует, что в последнее время количество запросов растет. Это, наверное, говорит о том, что информация о нас, она как-то больше распространяется, соответственно, мы можем работать с большим количеством людей и по большему спектру вопросов, сами где-то прокачиваться, потому что очень часто бывает, что поступает вопрос, казалось бы, по теме, по которой ты уже не раз консультировал, но ты всегда сидишь такой, боже, что, вообще, откуда такая проблема. И, ну, классно, что приходится и самому где-то изучать и взаимодействовать, да, с нашими госорганами. Так случается иногда, что, решая какую-то проблему, обращаясь в госорганы, ты и самих сотрудников госорганов мотивируешь к тому, чтобы разобраться в каком-то вопросе наконец-то. Вот, ну, часто пишем какие-то письменные запросы. Вот, недавно нам, например, Министерство образования предоставило крутую статистику по иностранным студентам, вот, и мы решили даже, Вы сделали инфографику, которую мы потом посмотрим. Да, инфографику пробили на волонтерских основах, у нас все, как бы, вы робите волонтеры-волонтерки. Да, можем отразить. эту статистику, да, мы решили, что надо, наверное, не только клевать госорганы. Напоминаю про бесконечность. Госорганы вопросами, но вот, и решили направить даже им благодарность, потому что нам очень интересно. графика? Да, я, одразу, негакие слова скажу. Мы с университетами в Оголе хотели спрошатку працевать, потому что великая колька замежных студентов и студенток у нас учатся. У нас есть мапа за каких краинах, статистично за каких краинах, а гульная лижба актуальна на сегодняшний день. Дякую Министерству Эдукации, которая представляет такую информацию нам. Тут, калі навестия на особные областные центры, можно бачить прямо по городах, где кольки учатся. Я не веду, что баранович мать студенток замежных учатся. В юншых городах, что Витебску вельми шмат. Шмат цикавых речев. Мы свой час пробывали почать працаваць с университетами. Мы просто пропановывали им приходить, что небыть, расповедать, лумачить, менавицы для замежных университеток, как бы их было меньше проблем, может быть, с регистрациями, с иншими неким моментами. Але университеты вельми дивно реагували. Они спочатку казали, что да, клёво, давайте. А потом неким моментом таки, ай, ладно, мы и так шмат, что займиробим. Тому, как бы, нажаль, такого официнного промового хода у нас не оттрималось, але это, как бы, есть надея. Например, у нас зараз есть волонтерка, девчина, грамадянка Туркмении. В принципе, до нас доходить, может быть, в такой форме, але хотелось бы, конечно, как про нас, знаешь, на больше людей ведали, але, как бы, такую широкую кропку в ходу нам тоже кем-межевали, але, ну, мы споделимся, что все же таки рано-ти поздно мы сможем это выправить. У меня еще вопрос по поводу консультирования. Наверное, такой человеческий фактор. У вас есть человек, который круглосуточно ходит с телефоном, и как это происходит? Ну, вообще у нас как бы есть график работы приемный. Серьезно? Да, график работы, есть такое слово. Да, телефон всегда находится у меня, собственно, почта тоже постоянно проверяется. И к моему большому, наверное, сожалению, да, график не соблюдается, но люди не знаю, в основном как-то выдерживают, конечно, рабочее время. Но мы стараемся оперативно все равно реагировать и на запросы на почте, и на звонки. Часто бывает, что, да, какие-то специфические темы затрагиваются, по которым мы не можем сразу моментально проконсультировать, поэтому мы себе оставляем какое-то там время, чтобы сами изучить, углубиться в теме, вот, и потом уже ответить человеку и дать, ну, какой-то осмысленный ответ. Ну, в общем-то, график работы можно найти на нашем сайте. А как вы с этим справляетесь? Не бывает ли выгорания и постоянный поток вопросов, которые… Я очень рада, что вы с нами сегодня. Это кепская шарка. Будешь мне это каждый день повторять. Очень надеюсь. Нет, на самом деле, может быть, пока что я не так давно присоединилась, не так давно вы мне вручили этот чудо-телефон. Он и сейчас… Показать, как он выглядает. Да, он у Алены в руках, она его не упускает, да? Да, я с ним даже… А, да, вот уезжала недавно на неделю, и телефон пришлось передать Насте, я почувствовала очень… Мне было очень грустно. А мне было вельми текаво, с чем люди завертаются, сколько раз за телефонами. Кожный день на телефон, кто-то телефоновал и по другому консультации, я сказала, ой, а давайте им переделефонуем, мне тут требует прочитать. Через неделю перезвонили. Ну, не так, не, ну, конечно, не, который, конечно, на Лену потом дозвязывался, в целом, но мне было вельми текаво, потому что одна справа читать некие там справозначить просто информацию в слайку, что телефоновали по таким питаниям, еще справа самостоянно принимать звонки. И это было сейчас смешно, что я, ну, как бы, у нас уже працуют с Рафаной Радой, и часто кажутся, что вот в фильме на Константе працуют какие-то люди, вот телефонуйте и им испытайте. И было смешно, когда меня запытывали, там, а я кого зовут, я там называю свое имя, а я говорю, ой, да, мне про вас как раз и расповедали, ой, давайте вас проконсультуем, да, было до такого смешно, хотя я разумею, что Алена, значит, мне консультует по большинству питаний уже и как бы мает досвид по всех этих темах. Алену это было текавое досвид, и в это мне подается. Плюс команды, что можно комусь передать свои такие важные обовязки, потому что как бы требовала учиться отпочивать и профилактика выгорания. Но Алена была на специальном семинаре, специально заслали про то, как я наведала, что это можно доробить, коли что. Я еще хочу добавить, что Алена делает очень крутую работу она переписывает статьи из всяких точка ГОВ по поводу всяких официальных процедур на русский язык, на человеческий язык, чтобы это было понятно и можно было вообще как-то читать и понимать, что вообще там делать. И мне кажется, это вообще отдельный пласт работы, потому что очень часто, когда заходишь на какой-нибудь сайт государственный, чтобы узнать, как тебе что-то получить, там написано все таким языком, что просто можно глаза сломать и вот Алена делает это все легче. Спасибо тебе. Вот, директора НГО, запоминайте, пожалуйста, чтобы у сотрудников не было выгорания, их нужно хвалить. Но они же клевенькие. Да. И давайте, пока мы не убежали с направления работы с беженцами, я хочу спросить, наверное, тут заголовок следующего вопроса. Я бы сказала, дело не в тебе, дело во мне, потому что о ситуации, которая происходила два года назад в Бресте, я узнала из текста Азара, наверное, на Медузе. И я не мониторила СМИ тогда, 2016 года, этот текст был в декабре, но в вашей миссии уже несколько месяцев работала, и я вправе здесь задать вопрос, как вы работаете с СМИ, когда есть какая-то тема, которая требует экстренного, какого-то, экстренной глазки. Как вы работаете с белорусскими медиа? Ну, я на самом деле еще не работала, когда была миссия. Можно я пришла, что Яна была тем человеком, который приезжал до нас в волонтери, как раз в этот период, наприклад, с Снежной, 2016 года, и вот так с нами засталась. А вот с этой статьей Азара очень забавная история получилась, потому что мы его встретили накануне еще в Минске, когда он случайно встретили, я даже не помню, на каком-то мероприятии. В общем, мы с ним очень хорошо прошлись по как-то знаковым минским баром, можно так сказать. И очень подробно его ввели в курс дела, с чем ему придется столкнуться в Бресте. Ну и, собственно, в Бресте фактически он сидел, и ему подвозили как-то подвозили готовые истории. Ну, в смысле, он разговаривал... Хорошо, что не людей. Ну, в смысле, он разговаривал с людьми, которые уже были готовы с ним говорить. Это, кстати, очень важная штука, которую мы практически изобрели... То есть мы были фиксерами в Бресте. То есть приезжает журналист, он видит огромное количество людей, которые там кучкуются, как-то вот между собой говорят, но как только ты к ним подходишь, они замолкают. И попасть туда, собственно, вот так вот с наскоку, невозможно. То есть нужно завоевать хоть какое-то доверие. И вот когда они начали... Это тоже было не с первого дня, когда они начали хоть как-то с нами общаться, и потом мы начали говорить о том, что вот это журналисты, они не какие-то там российские журналисты, которые там сразу же всю информацию сольют... Заставят вас извиняться. ...кадырову, да, и потом заставят вас извиняться. А это нормальные журналисты, которые помогут тому, чтобы как бы к вам более справедливо относились. Они распространяют эту информацию, люди больше будут узнавать о том, с чем вы сталкиваетесь, и, возможно, это в итоге приведет к изменению ситуации. Ну, к изменению ситуации это не привело, но, по крайней мере, сейчас, когда там даже где-то разговариваешь с какими-то европейскими чиновниками, они уже что-то об этом слышали, и... Потому что, ну, как бы по сравнению с тем, что там творится в Средиземном море, да, по сравнению с тем южным потоком миграционным, вот эта вот как бы белорусская дорога, она как бы капля в море. И некоторые готовы на это закрыть глаза. Да, так вот, как бы одна из наших задач была помогать, узнавать об этом. И вот эта вот история быть фиксерами и проводниками вот в это сообщество беженцев, мы себе тоже ставили такую задачу. Азар, кстати, еще даже какую-то премию выиграл после этого текста. Такой молодец. Вообще красавчик. Вот, ну, вообще, если касаться Бреста, то, в принципе, после, ну, вот, после того, как мы там начали работать, интерес был достаточно постоянный. То есть много журналистов зарубежных приезжали, фиксировали, что там происходит. То есть нам почти не приходилось там самим кого-то искать. Но бывали, конечно, разные случаи, когда были какие-то экстренные штуки, типа, мы вот сейчас начнем все голодовку там или еще что-то. в таких случаях, ну, конечно же, там обращались к журналистам, с которыми мы уже работали до этого и пытались привлечь внимание к этой ситуации, потому что, ну, люди иногда готовы были на очень отчаянные меры, которые им точно не помогли бы, а скорее повредили бы. Приходилось, как бы, вот, искать этот баланс между тем, чтобы и людям помочь, и в то же время привлечь это внимание к их работе. Вообще, как бы, работа с чеченцами очень сложная в том плане, что у них всех, у большинства очень действительно тяжелая ситуация, но не все они готовы выходить в публичное пространство и рассказывать свои истории, называть свои имена, потому что это может грозить им огромными проблемами, а если не им, то тем, кто у них остался там. Поэтому это вот очень тонкий момент, который мы пытаемся соблюдать, пока вроде бы все получается. Жаль только, что это, конечно, не приносит прям каких-то фееричных результатов и не помогает людям так, как мы бы хотели. чтобы это помогало. У нас есть уникальный досвид, потому что за костюм этой ситуации мы на один и прооборонежную организацию, которая есть досвид взвертания в Европейский суд по правах человека, потому что это были скарки суперить Польши и суперить Литвы, и в этом сенте как бы такие уникальные речи. А про журналистов заправдые, а мальчики в том месяц приезжали и приезжают, протягивают все еще, приезжают, замеженные журналисты и журналистки, и тут для меня было текаво, что вот минави там СМИ не белорусские, были значительно больше затекавлены и больше включены в эти процессы. Так, белорусские СМИ там по разу написали, когда там был митинг, когда мы там комментарии один раз задавали, а все остальные ситуации, они как бы сами особливо не звертают увагу, не притягивают и на вот упадкованье строгаешь журналисты в журналистках, местовых берастейских, они кажут, ой, мы хочем все до вас дойти, все никак не дойти, что у вас там отбывается, тут, ну как бы, альбо это наша задача, конечно, сейчас подыгрывать интерес, альбо, как бы, хотелось бы, конечно, больше проактивности, аль и в той же час, мы вельми часто, покольки у нас все-таки наш сайт не информационный, а вельми шмат от стих кейсов, по яким мы працуем, они потребуют публичного супроводжения, для нас уже это питание, с кем нам працовать по той тяньшой истории, да, табак у нас есть некие, умовно, конечно, потребования, да, до журналистов, как бы, они такого корректно написали, как бы, они разумели специфику, как бы, они там ведали, что нелега поставить с дыма к тварам человека там, с полночного Кавказа, альбо, про то, что нелега называть там, называть их так званными беженцами, тех не было так некорректно, как будто нам требовало обращаться, да, вот как раз этот тип, я бы хотела обсудить вот этот материал, почему не нелегалы, вы обращаетесь с замечанием, может быть, предложением к журналистам, можно не называть конкретные редакции, просто какие-то кейсы успешные или нет, исправляют ли ошибки, готовы ли слушать ваши рекомендации, как хотите. Окей, но я не буду называть коллеги. Если что, в этом материале есть примеры, вы можете ознакомиться с ним на сайте. Я как самый дипломатичный могу не называя, а объяснить проблему, ну то есть у журналистов как бы тоже вот это вот постоянное, то есть им нужно что-то быстро написать, при том, что это же не от того, что они там как-то плохо относятся к этим людям, они это пишут, потому что ну как бы так принято, то есть все так пишут, то есть это то, что уже в клише фактически. Человек, как это, человека задержали с просроченным, не знаю, видом на жительство, нелегал, человек перелазит через забор на границе, нелегал, человека, не знаю, превысил скорость, короче, высылают, нелегал, ну то есть это уже какая-то странная история, да, ну нелегал, ну то есть мы же не называем каждого, кто нарушил правила дорожного движения или кто, не знаю, нарушил хоть какое-то законодательство, сразу нелегал, хотя у нас постоянно же истории там, что вот то журналистов задержали, то еще кого-то, то правозащитников, то есть вот нелегалов собрали на массовом мероприятии задержано 20 нелегалов или там еще что-то такое. 700 нелегалов там было привлечено к ответственности. Ну то есть уже даже вот эти погранцы не используют вот это выражение, то есть они пишут корректное, ну стараются писать корректное вот такое определение, например, лица, нарушившие пограничный режим или лица, нарушившие миграционное законодательство. Оно длиннее получается, но слушайте, если мы будем все сокращать, то к чему мы придем? А то получается нелегал, нелегал. Ну то есть нелегальные бывают, документы бывают нелегальные, а люди не могут быть нелегальными. Ну я может быть трошки притягну, чему мы вырешили заработать все-таки эту тинду, и на самом речи это таки початок мини может быть компанией, какой бы нам хотелось попрацовать журналистами и журналистками, то к початку мы глядели, как пишут сайты державных органов, и с початку помежный комитет часто писал про нелегалы, причем у помежного комитета была просто прекрасная тенденция, они с одного боку писали нелегалы с Вьетнама пребывали пересекшими ажут а зынша боку грамотяне Российской Федерации порушили помежный режим одно и то деснили, а в одну нелегалы потому что она с Вьетнама а зынша боку грамотя Российской Федерации конечно это не покоило и потом некий момент я заважила что сайт помежного комитета перестал так писать я думаю мы только хотели компанию замутить намучить писать корректно я вельми редко бачу конечно мы будем мониторить сочи а потом я стала заважать еще больше дюйну для меня тенденцию заявляет на одном портале белорусским досково крупным где написано накрытие нелегалов на рынку я начинаю читать материал про что это по тексте по ссылке что я поведомляю сайт управления внутренних справ отбылось то-то и то-то нелегалов я перехожу по первой крыльнице думаю напомню что взяли сайт ГУВД написал про нелегалов я начинаю ну и на сайте ГУВД раптом разумею что у них нема слова нелегал что да мы сделали проверку что мы выявили столько людей порушили миграционное законодавство и там слово нелегал неводно там нелегальной миграции нема до такой ступени уже держаны сайты держанных органов начались писать а при этом журналисты калибрали этот материал сперша крыльнице и повсюдно ну мы как бы что нам оставалось мы вырешили спешатку написать заворот в редакцию и сказать про то что наповно есть сенс так не писать наши аргументы привели про то что это некуманно юридично недокладно и вогули как бы непригожа на что мы отказу просто не отримали мы даже предложили им провести небольшой мини-тренинг по корректному собственно языку но нам никто не ответил они ничего не отказали и они притягивали это рабить и в принципе притягивают нажаль и тому мы как бы разумели что ну ладно один сайт просто понос что этого сайта там шмат перепосту робить и инши сайты это самым автоматично берут и выкористовывают и как бы с этим есть полная проблема и вось эту цель думаю достаточно долго и рабили мы собирали эти аргументы у нас там некакие волонтеры волонтеры текстом писали переписывали и потом волонтеры верстала это все это таки протяглый процесс до якому мы ранее были давно готовы и вот зараз у нас есть великая надея на то что журналисты будут корректны и важливы працавать с терминологией и в принципе у нас есть широкие рекомендации как описывать про эти темы и мы плануем проводить некие эдукационные мероприемства профильно кому цикаво кто хочет працавать с этой темой и это бы нам спростило задачу до кого нам потом звертаться с некой информацией связанной с нашими темами и мы не повторяем ошибки других мы не воюем с журналистами потому что это очевидно провальная стратегия воевать с журналистами может быть кто-нибудь видел когда политики начинают возмущаться наезжать на журналистов потом в итоге их закапывают просто и правильно делают в смысле журналисты это очень важный институт и они должны быть независимы иногда они чувствуют что даже вот эти вещи используйте вот эти слова это попытка вмешательства в редакционную политику мы естественно объясняем что ребят смотрите вы просто сами должны к этому прийти мы не можем и не будем и даже не будем стараться вас как-то заставить но смотрите есть хорошие аргументы почему вам следует так делать я может быть дадал что у нас есть литерально свеженький кейск или одно великое медиа по вынеку так и не сказавши нам на кольки нас приняли наши рекомендации а пошне пабликации были с выкористованием максимально каретные лексики я дадам только про то что кроме того что мы таким чином спробуем працювать так самым мы были рады потому что нас запросили на школу социальной журналисты яка явилась и цягом к этой школе мы примали удел распроцов с рекомендацией для журналистов яким чином треба осветлять темы которые закрывают уразливые группы у тым лику замежных грамотянцев обе грамотянства были вы процены рекомендации их допиливать варта але уже есть минимальный набор хороших неблагих которые можно использовать за основу преподрыхтов материалы на самом речу я тут не совсем с Владыцем погаджусь но может быть частковая перемога на этот раз этот крупный ресурс он написал не свой лас на артику с выкрыстанием нелегал а зарабил перед рукой с иншого сайта про эту самую тему який пишет корректно давно пишет корректно и ну так это лепшим конечно было нелегалы але зажда хочется имкнуться максимально все выкрыстовывали корректную лексику возвращаемся к нашим направлениям наверное да конечно про прац с медой конкретно кейс берастейске это был так самый вельми цяковый досуд для нас отримать махчимось попрацвовать с самыми лакальными медиа и прям с усветными кшталту Аль-Джазира Медуза на этой просторе великий поспех The Guardian по-моему было и так само приезжали ребят из WISE BBC и WISE конкретно хотели снять сюжет про это но сама текавность замежных с усветных медиа для этой лакальной проблемы из иншых боков обыяковаясь лакальных медиа и громадскости ну вот это просто для меня было текавым хорошее замечание я наверное еще хочу задать вопрос про миссию в Бресте я не хочу спрашивать про то что мы можем почитать на сайте в публичных отчетах там есть отчет вплоть до периода до августа 18 мне здесь больше интересно вот как сентябрь 16 как вы сидите на планерке и понимаете что нужно паковать сумки и ехать в Брест как это было рассказывай короче да это это было я к зараз памятую Лешину кухню это была какая-то странная идея потому что к нам нам об этом рассказал правозащитник из Бреста говорит что вот я там занимаюсь иногда ко мне обращаются беженцы из Таджикистана но вот сейчас еще очень много беженцев из Чечни я конечно ну как бы не готов с этим с этой большой проблемой работать а вы там вроде что-то там по мигрантам да может быть вы хотя бы съездите посмотрите что и как и это было какая-то вот это вот это просто щелкнуло да потому что мы в принципе имеем достаточно хороший опыт участия в таких международных миссиях это для нас очень понятный формат то есть когда вдруг правозащитники там списываются где-нибудь и говорят слушайте ребята там что-то творится такое странное мы не знаем что но есть такое чувство что мы там нужны и люди из разных стран собираются там за свой счет едут как-то снимают квартиру начинают там какую-то движуху опросы там прочее пишут распространяют информацию начинают консультировать дальше это все наслаивается все больше и больше то есть это для нас абсолютно понятный привычный формат он был в Беларуси после 19 декабря 2010 года наши коллеги так приезжали мы таким образом ездили в Крым после в Киев после оккупации да в Киев мы ездили так после революции ну да во время даже революции и тут у нас такое под боком происходит и мы чего делать как-то очень быстро такие ну окей поехали туда а там разберемся это было сервис что мы не можем не поехать потому что а наша тема б это отбывается пусть тут и вот я могу одразу сказать что у меня был полный скепсис такие двухбоковые с одного боку я не могла ну как бы с одного боку я у меня были опасения что может быть там будет такие размах проблемы какие не совсем нам по силу может быть там самостоинно Наста ты говорила что через две недели мы все закончим и другой мой скепсис и другой мой и то что скепсис у меня была абсолютная упоминенность что мы едем реально на три дни ну там ну коротя я была упоминена что мы приедем что абсолютная проблема в том я не могла себе уявить что Польша в один день просто перестала пускать беженцев и они завжды ехали этим маршрутом они завжды перепускали по-моему какую-то колькость и я была упоминена в том что просто беженцы на меня жизнь чтости не так кажуть что вот мы зараз приедем потомачим им якторы показать что они просить притулку а там не ведут там может быть не так и всех почнуть спускать я была уверена что мы просто не повернемся в Менск и коли мне сказали тогда что вот два года мы все еще будем вот я недавно была на днях мы с Владом ехали в Бересте оттуда приезжать и что это будет актуально я конечно бы не поверила Алену реальность такая что в с ужасным свете политичные интересы вращают больше чем права и на жаль мы можем часто смагаться с теми кто нам не за всем под силу и даже на выпадку как бы у нас идея такая супер тьвага супер миграционной политики развея социалкам и больше у приватности и боюсь что это как бы один ну как бы не то и что мы что с ним с такого робим а худшая проблема в том что да силы тут не за всем ровны Ну и для меня лично вообще вот вся эта движуха вокруг беженцев в Бресте это наверное самый ну с моей точки зрения самый большой самый масштабный вызов вот примерно с 19 декабря 2010 года то есть тогда мы работали там с тысячами да историй ну с сотнями сотнями историй и собственно после этого вот такого же масштаба и ну как бы глубина проблемы в которой я по крайней мере участвовал ну это ситуация мы с тобой все это потерпляем во все это великие движухи да ну и собственно потом наверное если мы будем больше об этом говорить то это огромный вызов был для команды потому что это наверное самый конфликтный вообще момент потому что насколько мы должны в это вовлекаться то есть должны ли мы дойти до грозного да в наших поисках правды или нам нужно остановиться где-то в Бресте или в Варшаве или вот ну короче вот какой масштаб масштаб нашего вовлечения и мы чуть не убили кучу волонтеров вот этим то есть выгорание и сама вот эта сама стрессовая ситуация и собственно методы нашей работы это точно было ну как это очень ну в смысле очень серьезный вызов для нас я бы дай дал тое что мы в миссию так само заклали вот эту странную штуку под названием горизонтальность але это так само для нас таковый кейс это махчима на вот такие складаннейшие проблемы такие складанные проекты можно организовывать горизонтальными просторы ну тем более вы сами вырабатывали пришли практически на пустое поле и вырабатывали все сами стандарты ну это так само приклад ага ну тягнение працы ну не только журналистами или дежурными органами национальными международными вось от самага самага низа от поля от индивиду и доходя до самых верхов дальше я бы хотела рассказать и обсудить форматы ивентов или форматы информирования в том числе вот мультфильм 22 попытки я думаю что посмотреть каждый сможет лично дома мы не будем сейчас устраивать просмотры тратить на это время наверное только расскажите как вы можете оценить насколько эффективны может быть такие чуть-чуть нестандартные методы это необычная статья как возникла эта идея вас нашли либо вы нашли аниматоров я начну но наверное коллеги продолжат в целом это классная штука с которой мы работаем когда к нам приходят и предлагают сделать что-нибудь очень дорогое очень качественное то что мы потом сможем использовать и это от нас вообще не требует ничего кроме какого-то вовлечения рассказывать этих историй то есть вот это вот вот этот ролик например делал нидерландский художник аниматор Ян Пол Дубльман и он собственно пришел к нам и сказал ребята я хочу рассказать вашу историю просто дайте мне материал и мы это сделали и мы получили прекрасный ну прекрасный инструмент который мы ну инструмент распространения информации та же история да с журналистами которые приезжают фотографируют или там приезжают у нас был очень классный фотопроект который делал Саша Васюкович мы делали мы потом на основе этого проекта сделали целую выставку международную в которой участвовали художники там из Белоруссии из Германии и в итоге да в итоге мы получили там целую серию классных фотографий которые мы потом могли использовать для наших для наших материалов для отчетов ну и мы стараемся сделать их не такими скучными да знаете там на белой бумаге где-то вот просто вот какой-то текст мы стараемся как-то привлечь людей еще и самим вот этим оформлением то есть нам нравятся качественные продукты нам кажется что если мы вкладываем силы в вот эту юридическую работу в координацию волонтеров и собственно мы вкладываем свою душу в это то это должно отражаться в том числе визуально ну и может быть питание было да про то как мы працуем с аудиторией есть конечно набор классичных таких методок к каким мы крестаемся мы проводим семинары под близких важных темы там про правы человека про миграцию про недискриминацию мы проводим публичные лекции наши тематичные вот эти дни тыдни по кашмат великих мероприемств але конечно люди от этого часто оставляются если ты приходишь по своям этого группа узкая достаткова и вельми важно для нас было поспробовать выйти на новые может быть способы продукты и вось гэт анимационный ролик вось гэт выставы для нас для усих в команде это был некий новый цикавый досвид и мы действительно вельми эффективный потому что коли мы кажем про тема не дискриминации вельми важно почать разморять про эмпату про что то есть капу люди все ж таки поспробовали поставить себе на место этих людей они просто починали разважать а что они едут а что им тут медом намазано а шучем проблемы как бы узникает вельми шмат рациональных пытаний люди часто за гэт проблемы не бачут живых людей живыми историями с их проблемами и как раз такие ролики они вельми допомогают отшуть и наприклад я была на презентации этого ролика я там состракалась с командой аниматор аниматорок на стадо распроцовки потом я уже бачила калинаю презентовывали у меня по правде будет навод ну веже той что я два годы працюз с этой темой я прочитала не один доклад про ситуацию в Чечне я провела не одно глубинное интервью я в принципе увляла что это такое вот они намалевали там вельми страшную сцену катаванню ну такую атмосферную меня наприклад вельми обдало я правда на некоторый момент сидела приходила у себе потому что навод меня это закрануло хотя эмоцина мне подавалось что я до этого была готова да то бог про такие речи мне подавится мы можем докруковаться до сердца до эмоций людей потому что ну есть люди которые нормальный механизм эмпат и они там и так гуманитарные речи нам сейчас приносится допомогают а есть все же таки большинство людей они от этого хаваются и тому мне подавится что это суперважная речь и как раз про то как сами люди приходят до нас и сами пропоновывают и в этом творчем таким формате нам но вельми важна те люди які побачь нам допомогали там Алексей Долстов вельми шмас с нами працавал там Лена Штык Башко Берести вельми шмас с нами працавала и там я памятую к Макс Арчу приезжал вздымау свой ролик ланч який был так само между первой выставой это некие творчие продукты який я сейчас памятую про их и когда мне треба расповести людям про берести потому что это то что первое шагомоцина закорная а потом уже можно отдавать некую рациональную информацию хорошо спасибо большое я думаю что мы можем перейти к следующему направлению деятельности я бы хотела узнать все-таки про лабораторию цифровых свобод как вы к этому пришли и здесь такой крутой кейс мне кажется сотрудничество бизнеса государства НГО и расскажите вот просто живую историю как это происходило и почему это нужно ну да то есть цифровые свободы почему цифровые свободы то есть на самом деле представьте допустим вы просыпаетесь утром где-то в своей комнате у вас где-нибудь уже стоит встроенная камера которая смотрит во сколько вы проснулись вы идете почистить зубы там есть датчики фиксируют почистили ли вы зубки а если что вдруг напомнят если вы забыли если вдруг вы забыли даже после напоминания у вас немножечко подрастет стоимость страховки потом вы выходите из дому идете по улицам где везде камеры у вас рабочее место там где тоже фиксируются все ваши передвижения если вдруг вы на улице заговорили с каким-то странным человеком у которого ну не очень скажем так репутация и социальный рейтинг то вы видите сразу что у вас опаньки ваши смарт-часы показывают что и ваш рейтинг снизился ага не говорите на улице с незнакомцами но зато вот это вот общество которое вроде как безопасное вроде как на улицах чистенько и вам это продают как ну смотрите никакой преступности преступники максимум это возможно вы если вдруг не очень хорошо думаете про правительство ну это как один из вариантов да либо вы просыпаетесь и вам сразу с утра показывают рекламу которая уже там где-то встроена у вас в глазах да и вы никак не можете не можете ее выключить если у вас недостаточно денег ну конечно можете приплатить но это как опция да и то же самое как бы дальше вы идете вот это общество потребления общество капитализм знаете как капитализм слежки есть такое выражение это как бы две два разных варианта да такой антиутопии это очень сложно сейчас придумать да вот кто смотрел черное зеркало кто-то смотрел ага вот слушайте черное зеркало мне очень честно не нравится тем что ну как не то что окей хорошо это классная штука люди смотрят и о чем-то задумываются на самом деле проблема в том что люди думают что это будущее а это настоящее то есть за нами уже следят просто может быть не в тех масштабах и как бы наши вот эти цифровые свободы да которые о которых мы пытаемся рассказывать они уже под очень серьезной угрозой при том что если раньше мы говорили там гулаг все дела там ну как-то полиция репрессии все такое то сейчас мы еще говорим немножко там про бизнес да про наши персональные данные там про кембриж аналитику и так далее так вот проблема в том что когда мы начинали всю думать об этом собственно мы начинали там планировать это направление human constant который занимается цифровыми свободами в беларуси никто об этом не говорил а никто ну то есть очень редко какие-то может быть в среде специалистов какие-то разговоры шли при том что у нас очень классно развивается IT сектор ребята прекрасно работают с машинным обучением ребята придумывают клевые штуки типа распознавания лиц использование для общественной безопасности но при этом разговоры об этом в контексте прав человека не происходит когда ты приезжаешь на конференцию какую-то международную там все об этом говорят куча специалистов но которые в общем тоже примерно как знаете маленькие дети в бассейне там как-то пытаются плавать но у них не очень получается потому что никто не знает решения проблем все уже примерно определяют эти проблемы может быть в Беларуси в меньшей степени мы можем их определить может быть нам не хватает специалистов а там вроде как бы проблемы определены но решений нет они лучше между собой как бы общаются между бизнесом между гражданским обществом и государством и возможно у них лучше получается решать эти проблемы а в Беларуси когда мы как бы затаились в собственных мерках там между МГО что-то там рассказываем друг другу потом в государстве там на селекторных совещаниях тоже там какие-то обсуждения ведутся при том что иногда на очень хорошем уровне до нас просто эта информация не доходит ну и где-то в бизнесе просто ребята валят тему очень классно продают потом свои стартапы либо например продают свои услуги там вот этому центру мониторинга общественной безопасности который будет заниматься сбором информации со всех камер в Минске и анализом в том числе там нас с вами кто куда пошел и кто что делал на улице в общем да вот из-за этой вот из-за этой возможности антиутопии такой цифровой неприятной мы пытаемся заниматься этими вопросами как бы проблема в том что сначала нужно в этом хоть как-то прокачаться чтобы хотя бы понимать о чем идет речь а это сложно потом нужно прокачать каких-то людей которые будут вокруг и хотя бы хорошо если выступать такими мозговыми центрами но достаточно даже если будут поддерживать понимать и поддерживать то что ты делаешь мне кажется что у нас уже формируются такие сообщества в которых происходят эти разговоры мне кажется даже в какой-то степени в этом есть наша заслуга ну и плюс общий тренд вот да у нас пока не было юридической приемной то есть мы консультировали на таком уровне когда к нам кто-то обращается мы рассказываем чего делать но сейчас мы собираемся запустить полноценную юридическую приемную в которой мы будем объяснять что делать чтобы защитить персональные данные что делать чтобы получить доступ к какой-то государственной информации то есть каким образом мы можем заставить сервисы электронные сервисы соблюдать законодательство ну и прочие вопросы которые традиционно умещаются в цифровые свободы но пока нам важно выстроить вот этот вот многосторонний диалог потому что действительно когда ты встречаешь некоторых ребят из государственных органов ты видишь что они там у себя тоже в какую-то сторону двигаются и у них хорошая экспертиза но ради чего эта экспертиза то есть если например взять Пекин да ну то есть условно Китай и условно Эстонию это как бы две таких две точки между которыми собственно можно расположить другие государства в смысле они две эти страны очень активно используют информационные технологии но в Китае пытаются создать вот эту антиутопию цифровую в которой как бы безопасность поддерживается вот этой массовой слежкой и собственно говорить о приватности и о правах человека не приходится у них вот такое видение цифрового будущего и Эстония да в которой есть как бы первое там уважение защита прав человека а дальше развитие причем очень активное всех этих информационных сервисов мы берем Пекин мы берем Таллинн проводим между ними линию и смотрим что же вот например в Беларуси создается вот этот мониторинг общественной безопасности да все камеры объединяются в одну сеть хотят все это анализировать это как бы ближе к Пекину или ближе к Таллину и очень интересное наблюдение для меня что у нас то ли еще не определились все таки в какую сторону мы двигаемся потому что некоторые вещи у нас получаются ближе к Пекину но некоторые тем не менее получаются ближе к Таллину и вот наша задача сделать так чтобы больше этих точек было в сторону Эстонии эстонской модели и мы больше говорили о правах человека а не вот об этих вещах типа там отдадим нашу свободу ради безопасности да вот для этого мы например очень активно продвигаем вот эту идею белорусского форума по управлению интернетом в этом октябре уже был третий форум первый форум был по инициативе хостер бай и они это делали вместе с оперативно-аналитическим центром с нашей точки зрения классно что они начали да но мы не увидели там правозащитной повестки мы не увидели там разговора о том что действительно волнует общество в связи с развитием интернет-технологий и мы пришли ребятам и сказали что управление интернетом да это дело всех стейкхолдеров мы хотим быть там полноправными участниками и как ни странно да то есть не сразу но тем не менее через серию переговоров ребят сказали да конечно мы рады видеть мы рады видеть всех то есть на следующий год это был оперативно-аналитический центр хостер бай и хьюман константа очень странное для нас соседство с учетом того что центр является все-таки спецслужбой и далеко не все я бы даже сказал большинство из тех политик которые они продвигают в сфере регулирования интернета для нас неприемлемо потому что там да все-таки ближе к Пекину но тем не менее сам факт такого диалога между сторонами которые далеко не всегда друг друга понимают для нас это ценность и возможно из этого появляются какие-то хорошие ну мы точно знаем что появился очень хороший диалог для сообщества открытых данных да то есть они вышли на правильных чиновников с которыми дальше можно развивать эту тему то есть мы вполне как-то вполне удачно поработали с темой персональных данных и у нас скоро будет закон о персональных данных при том что он будет скорее всего он будет лучше чем мы предполагали предполагали что это возможно в Беларуси расскажите о вашей роли в разработке этого закона насколько открыто было государство прислушиванию к вашим рекомендациям ну мы еще когда работали в предыдущей организации это центр правовой трансформации Лотренд мы делали рекомендации по этому законодательству и фактически еще до того как заговорили о разработке законодательства уже были готовы какие-то первоначальные рекомендации а когда уже начался процесс разработки законодательства да вот там как human константа мы делились своей экспертизой собственно привозили международных экспертов и делали такие иногда открытые иногда закрытые экспертные встречи на них приходили госорганы которые ответственны за разработку согласования этих законов я бы не сказал что это прямо вот как у нас сейчас с вами такая открытая беседа и мы очень открыто делимся всеми своими идеями и опасениями но тем не менее это тоже не было таким односторонним как бы односторонним информированием да нам когда мы посылаем какой-то аналитический материал нам сразу же там не говорят ой ребят спасибо класс мы возьмем вот это вот это а вот это вот неприемлемо для нас мы считаем что это неважно нам так не говорят просто мы в следующей редакции проекта например этого видим что некоторые вещи которые мы рекомендовали они туда попали супер то есть нам нам этого этого достаточно то есть какие-то вещи происходят просто не знаю там на приемах какие-то встречи какие-то встречи и полезные разговоры там проходят в кулуарах там где удается донести свою мысль это очень сложная штука называется там как это GR да у нас этим больше занимается Андрей Сушко вот собственно мой коллега с которым мы в большей части занимаемся цифровыми свободами у него это лучше получается да и как бы история да история в том что нужно использовать очень разные инструменты если изначально относиться к коллегам из госорганов как не знаю там противникам и врагам ну тогда наверное не стоит даже начинать потому что одно дело знаете как в английском есть это point and blame да там указать и обвинить это тоже возможная стратегия там в некоторых сферах которые связаны с правами человека но в некоторых да когда есть хоть какое-то движение и возможность для коммуникации почему бы не использовать эту возможность то есть мы не говорим про сотрудничество с госорганами то есть до вот этого уровня нам еще далеко не только там нам как human constantine но в целом там сектору но мы говорим про взаимодействие да то есть хоть какая-то коммуникация происходит ну и отлично хорошо спасибо огромное алексей я бы хотела задать вопрос залу есть ли у вас какие-то вопросы есть отлично можно менять микрофон пожалуйста у кого есть вопрос поднимите пожалуйста руку я прошу вас только представляться и задавать ваш вопрос микрофон все лапицки жоден оборонца мне затекавило испытание коли вы запытываете для анджио вот эти программы так обовязково быть зарегистрованной организации эти не это перша был у нас в основном не зарегистрованной организации регионах инициативы и так далее потому что регистрация тяжкая и другое что я хотел бы испытать вот оборону правого человека те закрываете в сферу выборчего права каким способом удельничаете в выборчих компаниях и пленуете удельничать дякую можно я сразу на два вопроса и отвечу потому что ну просто регистрацией в этим техсупе я занимался там есть вопрос то есть первое с чего можно ну нужно начать есть такой типа как-то есть сайт техсуп это глобальная инициатива там там не только microsoft там целый ряд производителей программного обеспечения как бы предоставляют со скидками свои свои продукты если вы там зарегистрировались то там да там нужно прислать какие-то документы регистрационные но возможно возможно это нужно проверить можно просто например какой-то внутренний документ типа там не знаю харти соучредителей сооснователей чего-то такого сделать ну и пометить что например организация там еще не прошла официальную регистрацию возможно такое прокатит особенно ну то есть там тоже люди понимают как это все работает и можно например сопроводительном письме всю эту ситуацию описать но поскольку у нас там была уже на тот момент официальная регистрация то мы естественно просто прислали свидетельство о регистрации да дальше имея вот это там вы получаете номер в этом техсупе номер как организации и потом этот номер вы можете использовать например ссылаясь на этот номер с другими поставщиками программного обеспечения которых нет на техсупе потому что для них это считается что вы уже прошли эту проверку что вы точно НГО так второй вопрос про избирательные компании и прочее да мы собственно не занимались и наверное не планируем этим заниматься то есть на наш взгляд как раз вот эта сфера она достаточно хорошо охвачена скажем организациями организациями там гражданского общества в частности правозащитными организациями но нам кажется что вот эти вот зацикливания только на электоральных компаниях этого недостаточно то есть есть еще инструменты участия кроме кроме вот этих вот избирательных компаний инструменты участия между выборами и во всем мире как раз именно эти инструменты развиваются то есть петиции да на официальном уровне когда граждане могут подписать собрать какое-то количество голосов и эта петиция должна будет официально рассмотрена парламентом когда это какие-то слушания либо обсуждения каких-то законопроектов которые обязательно должны пройти и государственный орган который за это ответственный должен обязательно дать обратную связь на те предложения которые поступили от граждан то есть нам кажется что как раз наша роль и роль организации которые вот с нами работают тоже над этой темой в том чтобы продвигать вот эти вот инструменты между выборами и ну да мне кажется вот в совокупности это как раз нас ведет к более демократичному обществу Алексей приз клуб вы уже затронули тему грозного и чечни и у меня к вам такой вопрос может быть не касательно ваших героев касательно конкретно вас ваших волонтеров да то есть в престе вы могли иметь в теории дело с силой понятно какой силой которая укрывала убийца Анна Политковская сила которая возможно замешана в убийстве Бориса Немцова сила руки которые распространяются уже давно за пределы Чечни извиняюсь имели ли вы а да и кстати если я не ошибаюсь в 16-м году сам Кадыров говорил о том что он отправил своих ребят разобраться в ситуации конец цитаты встречались ли сталкивались ли вы с ними с их действиями вы конкретные ваши волонтеры дяку спытания напомню пошну с того что у нас был один по наших уражениях агульных нам бадается что есть некая агульная домовленность по мишу ладами белорусскими и российскими что они на упрос не приезжают и сами никого не выгардают не забирают али али при этом кали кто стирально потребны они просят белорусские лады белорусские лады как потребование выконовать и чекать отповедно прямой физичной погрозы до нас мы не отшивали да безмолвно были периодичные погрозы были привитания а там заинстаграм мы сказали что мы целиком беспечно себе отшиваем не али то что ситуация плюс-минус под контролем такой есть у нас был один инцидент еще на праконце у снежни 2016 года кали один из наших волонтеров наибольш на полно коммуниковал с транзитными беженцами до его в такси просто потел человек и стал ему погрожать стал погрожать и это такая история которую мы спробовали после этого искарги подавать и знаходить и местовые сапорционники милиции выспели что это за человек или обновили успешение справа то есть люди в шеченской супольности которые активно забирают информацию про кто находится и передают эту информацию такие факты мы зауважали есть люди которые подозрочно долго находились в некий период задавали но в целом таких доказов фактов нам распытают историю что за кем приехали и запихнули машину мы начинаем шукать информацию она не подтверждается потому фактов что кто собирает силы кого забирая или погрожает нам прямых не было мне это только из-за ко официйной домовленности междержавной да и в целом по поводу инцидентов и прочего мы сразу же когда начали там работать сразу разработали какие-то простые правила безопасности потом становилось чуть больше и мы более серьезно к этому относились с учетом того что у нас есть люди с которыми мы работаем и перед которыми у нас есть ответственность что ладно мы то есть вряд ли нас в Беларуси будет кто-то трогать ну по крайней мере мы представляем что у нас меньше угроз но люди с которыми мы работаем и которые иногда могут делиться с нами какой-то конфиденциальной информацией вот они реально находятся под угрозой поэтому да там у нас была и смена квартир и смена офисов мы очень серьезно относимся к информационной эта культура собственно из Бреста перетекла и в Минский офис то есть мы не то что про нас часто говорят что вот ребята занимаются информационной безопасностью нет мы занимаемся этим для себя то есть мы просто понимаем что без этого правозащитнику очень сложно жить потому что ты можешь подставить не только себя но и коллег и людей которым ты пытаешься помочь это при информационной беспеке одразу что на местовом компьютере у вас нема на лепочке просто мы позволяем подключиться к прямой трансляции дякую это полезно их можно в якости рекламы специально на лепочке на камеры на телефоны и на компьютеры их можно отлепливать включая трансляцию и залепливать назад дякую мне кажется здесь еще был вопрос да у вас добрый вечер меня зовут Ковалгин Дмитрий я хотел спросить у вас про ваше взаимодействие с компанией легалайз Беларуссия я знаю то что ребята к вам обращались по поводу блокировки их сайта да и в целом на самом деле тема очень острая и по-моему ей толком никто не занимается вот если не ошибаюсь в ближайшее время должен выйти какой-то закон который регламентирует вот это внесение в эти списки черные и готовы ли вы этим заниматься да и вообще тут очень большое поле по дискриминации стигматизации и так далее спасибо спасибо за вопрос как раз это то о чем я не не говорил да о том что у нас действительно все больше и больше вот этого законодательства которое ограничивает интернет да и в том числе вопросы блокировок это ну новое законодательство оно просто еще чуть-чуть ухудшает ситуацию которая и так так себе ну то есть в законодательстве уже куча инструментов кого и за что можно блокировать то есть мы все знаем что у нас там заблокирован белорусский партизан который на .org то есть .by работает это важно у нас заблокирована хартия да у нас заблокировано там несколько российских ресурсов ну и собственно этот список заблокированных ресурсов ну да в том числе legalize он закрыт то есть мы в принципе никак не оцениваем идеологию этого сообщества legalize да потому что ну то есть мы в это не в не вникаем нам кажется что там точно нет ничего противозаконного это уже достаточный как-то достаточный повод там включиться в эту ситуацию и действительно помочь там юридическими какими-то действиями попытаться решить вопрос к сожалению у нас четких инструментов юридических нет ну вот сейчас мой коллега больше этим занимается да андрей сушко но насколько я понимаю да сейчас вот идут вот эти жалобы и там готовится судебное дело для того чтобы понять за что заблокировали да и то есть как как можно разблокировать сайт потому что все-таки это ограничение общественной дискуссии то есть ребята там не толкают дурь они пытаются говорить о том какой должна быть государственная политика в отношении этого вопроса и это один из вариантов то есть почему мы должны просто брать и ограничивать вот эту вот точку зрения я хотела кратенько чтобы блокировки твокс правда это ну для меня это очень интересная тема и мы с двух боков занимаемся и планируем заниматься твокс есть процедура блокировок есть процедура блокировок где просто блокуются сайты ты долго спробуешь высадить кому за что и что не так другая процедура это коли признается экстремистским материалом и там ну вот это меня например больше цикавить и мы спробуем працавать с теми с теми проблемами причинами разбираться и вот мы зараз робим еще рак мониторингу по этой теме и планируем выпустить такий нулевый доклад уже про спалгады я бы стеркляну я бы тут хотела немножко еще уделить времени вашему сайту раз мы затронули но скоро будет новый вот да мы не успели обо всем поговорить вы можете зайти на публикации в публикации в новости события и и также в словаре и я бы хотела узнать почему вы решили менять что-то в этой визуализации и работают ли волонтеры может быть какую-то там интересную вы нам поведаете сейчас будет история о том как чуть не распалась Хриман Константы как мы чуть не убили друг друга ну мы собственно история с айдентикой это больная больная мозоль да мы решили сделать себе на второй день рождения подарок и немножечко обновиться здесь на этом сайте пока что об этом ничего не сказано он такому же по полузаброшенном состоянии мы поменяли логотип там в презентации кажется должен быть виден можно и на фейсбуке у нас посмотреть везде ну мы как бы все растет все развивается и мы тоже развиваемся и мы в какой-то момент пришла идея что все-таки нам надо немножечко меняться становиться чуть-чуть другими и мы начали работу над идентикой ну и проблема была еще в том что у нас много людей каждый делал что-то свое свои отчеты свои картинки свои афиши и все было очень такое типа разное красивое но разное и в какой-то момент мы все-таки поняли что надо как-то приходить к какому-то более структурированному виду и пониманию поэтому да мы начали разрабатывать логотипы так как у нас горизонтальная структура это подразумевало учет всех мнений и все мнения были очень разные очень неконкретные в общем конечно пролито было много слез и крови моих в том числе но мне кажется мы пришли все-таки к какому-то варианту который не реже вока или все-таки реже вока вот да наши волонтеры нам немного помогли в этом потому что когда в тот момент когда мне казалось что можно было просто разрывать наше свидетельство о регистрации мы решили все-таки узнать у волонтеров может быть мы все-таки на правильном пути и просто уже сходим с ума и сказали нормально ребят все хорошо не переживайте ну еще это был интересный процесс в том смысле что первая с нашего ДНТК она распроцовывалась неким нашим первым набором команды грубо кажучи и поколи мы распроцовывались на коленце малевалось вот это все первый наш логотып на волонтерских основах наш сябар один намалевал и по вынику затое мы смогли пригадать историю назвы историю створения вот чему вот эти рисы сбоку аж нам важны все вот эти особливости как это перенести новый логотып довелось долго ломашить той частой команды я про это не ведала не памятала призабыла и у нас это был момент такого обновления историчного как мы это делали тоже кстати такой лайфхак не за все наверное можно платить может нужно в некоторых случаях нужно да но в плане идентики вот логотипов мы познакомились с очень клевыми ребятами правда из России но они делают ну я имею в виду что они из Беларуси они делают социальные проекты то есть они помогают некоммерческим организациям благотворительным организациям и так далее и они могут фактически там бесплатно делать какие-то вот такие визуальные вещи и небольшой наверное тизер что скоро не без моей помощи в Беларуси тоже будет работать такая штука и я надеюсь что это поможет многим некоммерческим организациям спасибо большое я еще наверное задам вопрос про будущее ближайшие планы вы в принципе нам рассказали и наверное с каким бы полем наверное с какой проблемой вы бы хотели работать просто пока сейчас немножко не достает силы времени ну я думаю что одна из вещей с которой мы планируем и скорее всего будем работать но все равно не хватает сил это мониторинг судебных процессов мы сейчас короче когда-то мы познакомились с очень классной инициативой из Польши которая у которых просто невероятный опыт в мониторинге судов это Court Watch они начинали просто как несколько человек которые не знаю ездили по университетам рассказывали о том что ходить в суды это клево они сделали базу данных такой для волонтеров которые каждый может мог зарегистрироваться там получить там очень простую анкетку сходить в суд посмотреть чего там происходит и заполнить анкету и отослать это в общую базу данных в итоге у них там впервые там пару лет было уже там тысячи наблюдений огромная база волонтеров некоторые из них один раз ходили в суд некоторые там несколько десятков раз ходили в суд для них это был ну как-то способ например получить записать в резюме что вот мы волонтерили на правозащитную организацию а ребята потом делали такую интересную очень простую аналитику и рассказывали что ага в этом суде значит все лучше в этом там чуть похуже делали там рейтинги и прочее это скажем это очень простые действия которые помогли затянуть в суды тысячи студентов которые там смотрели что происходит ну и собственно даже когда представляете у вас там зал судебного заседания и там сидит человек просто зритель ему интересно суди ведут себя совершенно по-другому начинается вот это вот как бы зачитывание прав там и еще там какие-то процедуры проходят совершенно по-другому а не так что все решается там на раз-два в кабинете судьи и вот мы хотим что-то похожее сделать в Беларуси и не только в Беларуси то есть это если повезет то это будет там большой такой международный проект с обменом опытом с разными там техниками в разных странах вот это мы сейчас как бы готовимся к этому я может просто задам что нам ну за жду была важна тема громадского контроля и на жаль не так шмат куда мы можем прийти что-то мониторить в принципе суды это такая добрая кропка плюс иллюстративная и плюс мне подается что суды это одна из таких кропок где за пошли мы смогли что-то изменить и тому есть надея на то что протягивать это напрамок ну и что прикольно что люди будут ведать что в суды можно просто приходить можно глядеть и там бывает что это не складано и потом это в одно место избирать всю аналитику и помогать судам становиться еще легче такая мега промета то чем хотелось бы заняться ну и может быть ближайшие планы про то что мы пошли заниматься должностным лебенем навести там мониторить суды и там в туббик участок присутствующих тут нам допомогает ходить по судах и трошки вызываемся темой например те шти какие мы показывали темой экстремизма ну как бы это такие кропки развития которые мы только начали заниматься мониторинг блокировок мне Алексей подказывает не так давно но для нас это важные перспективные кропки развития потому что нам даются самые сучастные выклики какими мало кто занимается и якими трошки выслезнула у нас подчас может быть основной презентации про то темой как мы занимались постоянно будем заниматься это захование подвышение зроня культуры не дискриминации и правого человека по ваге ровности годности всех людей и как раз таки 9 листопада стартует черговый тыдень супрати фашизму и антисемитизму и мы будем разповедать по ТВ звертать вагу на той проблемы которые есть в свете сегодня которые происходят потому что мы очуваем шаленейший поворот права боково территоризма и это за собой тягнет дискриминацию вельми разностайной группы разливых и мы будем сказать про то что вся дискриминация не только про краины замяжой это и про Беларусь и мужчины и женщины и подлетки и студенты все в Беларуси так само такти иначе зазнают дискриминацию и будем осветлять какие бывают виды будем запрошать коллегов допомагать тлумачить и какие махчимые отказаны и реальные как можно с этим працавать и моя мара все еще кали вы запытали про те темы яки ящим мы может быть хотели заниматься чем я уже занимался или взял паузу это правы человек сферы ментального здоровья что в Беларуси на сегодня такти иначе есть организации инициативы которые занимаются пытаниями дискриминации пытаниями якости паслугов сферы психичного и ментального здоровья однако там бракует право борончага фокусов фокусов правого человека и всегда эта штука я бы когда-нибудь я был бы рад заняться больше у меня таких тем самых шмат право детей реабилитация изневоленных еще миллион миллион всего хорошо на этой ноте мы видим что вас нужно поддерживать благодарить за то что вы делаете я хочу сказать спасибо всем кто сегодня что уделили время нам и всем за то что мы здесь собрались спасибо огромное приходите в пресс-клуб смотрите наши видео на сайте пресс-клуба дякую дякую дякую